Всем привет! Это Хэйхён! Сегодня я подготовила три рецепта в качестве аналога корейских роллов кимпап Первое, сгибаемое кимпап Для этого нам понадобится ким, нори, яйца, сыр, вечина И конечно готовые рис Если нет рисоварки вы можете посмотреть в этих видео Тут важно использовать круглые рис Сначала вечину нарезаем Главное нарезать не толсто Ну, какой-то тоненький Потом легче было сгибать кимпап Теперь жарим яйца как обычно Желток тоже полностью пожарим чтобы потом не текло в кимпап О, отлично! Еще жарим ветчину Я думаю, что вместо ветчины колбасой тоже очень вкусно будет Поэтому можно заменить О, жир! В последнее время в Корее этот рецепт стал очень популярным Вот поэтому я хочу поделиться с вами Очень просто Возьмите ким Вот такое Одна сторона очень мягкая и другая не мягкая Поэтому мы будем складывать все ингредиенты на немягкую часть Примерно вот так нарезаем ким От этого у нас есть 4 части ким 4 части складываем в ингредиенты Сначала рис Рис сейчас у меня горяченький но лучше не использовать слишком горячий Вот такой объем риса добавляю И потом, как вы хотите можно тут добавить яйца ветчина обильно у нас и сыр добавляем И все Вот теперь все вот Та-дам! Это получается сгибаемая кимпа Можно так просто кушать но можно фиксировать в пленках Вот таран! Неплохо выглядит Это реально напоминает мне бутерброды Конечно, это очень вкусно но с ветчиной всегда вкусно и еще с яйцем очень сытные На самом деле ингредиенты вы можете все заменить Например Второй рецепт Кулак Баб В Корее это блюдо называется если я прямо перевожу это будет кулак риса Называется вот так скорее всего из-за того, что это блюдо похоже на кулак и еще мы готовим его кулаком Для этого нам понадобится рис, морковь, лук, кабачок, тунец и майонезь И если возможно нам нужно ким уже заправленным маслом и солью Ну, если лень покупать, то не надо Вот, сначала нарезаем все овощи мелкими кубиками вот так кубиками все нарезала вот теперь пожарим все овощи но по очереди твердые в первую очереди да, лук Ой, так мило я так мелко нарезала как будто из-за для детей но это правда это кулак риса очень любят дети соль добавляем рис это хватит, скорее всего добавляем овощи в рис хорошо перемешиваем теперь осталось готовить начинку сначала убираем жир от тунца немного, 1 куру ой 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 сочетание тунец с майонезом очень хорошее вот и все начинаем возьмите рис вот так комок делается нажимаем среднюю часть туда положим тунец закрываем вот еще с рисом вот кулаком много раз нажмите не сильно вот получилось кулак рис кулаковый рис вы можете большой кулак боб делать или маленький это размер по вашему вкусу этот раз очень большой если у кого-то большая рука тогда получается очень большой кулак боб давайте сделаем очень маленький для детей этот приготовление похоже на пельмени начинку положите вот скрываем это для меня это для обычного человека и это для детей очень красиво получилось тададан можно просто есть как у нас есть, но можно сделать еще вкуснее у меня еще есть гим, который заправлен кунжутным маслом и солью у нас гим такой разный, это просто спрессованное, сухое, без ничего но это с маслом и солью, уже заправленные это для корейских роллов кимбаба, а это просто для закуска к рису если у вас есть такое, положите гим в пакет и потом уничтожаем мелко-мелко-мелко набираем кулак один добавим и шейки-шейки и получается такое получается такое еще другой вариант, кулак 2 получился очень вкусно получилось третий рецепт малыш кимбаб это блюдо очень похоже на корейский ролл кимбаб но по размеру отличается это как мини кимбаб для этого нам нужно рис, ким которые нарезаны на 4 части вот так морковь, огурец, яйца и любые ингредиенты, которые вы хотите добавить я чуть-чуть убираю внутрь вот такой блаженную часть и семечки чтобы кимбаб не мокрое было мелко в долл нарезаем соль соль в огурец еще добавляем сахар вот еще уксуса чуть-чуть вот так оставляем 10-20 минут пока маринуют давайте готовим яйца можете еще добавить соль но я вес не буду сломать соль для меня отверстие для меня мы соль нарезаем соль и убираем воду, ну воду почти нету и поджарим я без масла жарю, потому что с маслом более жирный, поэтому я предпочитаю без масла жарить давайте еще рис тоже заправим это по-моему хватит это не обязательно, но если у вас есть кунжутное масло лучше добавить какое-то масло в рис, чтобы рис был не такой липкий у нас есть такие семечки, я добавлю для аромата, но это не обязательно еще чуть-чуть добавим соль, чтобы не так сильно солено было перемешиваем рис готов вот теперь покрутим ким на ким добавляем рис, оставляя край свободный ни веще ким покрываем рисом и складываем каждый ингредиент на самом деле вы можете использовать соленый огурец вместо того, чтобы марина восами вот и аккуратнее это очень легко у меня рис получился немного липкий, но вы можете делать лучше очень легко крутится вот так получилось обычно наверху мы намазываем вот так ну как инструментом, но на даче нет вот так намазываем чтобы более ароматно было чтобы не сохнули таран очень маленький кимпап получилось это называется кома кимпап на корейском как это есть просто так очень вкусно получилось но еще по вашему вкусу вы можете обмакать соевый соус и есть мне кажется это 3 рецепта очень просто и быстро и попробуйте сами приготовить и загрузите в инстаграм я посмотрю тогда лайк и подписка анньон приятного аппетита